Девушки отдыхают Мы, затятая понтана, вам друем по краине и занотовываем самое каштовное, что трапляется на шляху. Гэтым разом распочинаем фольклорную экспедицию под номером 403. Рушим наперед у минолая краины. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Василючак сердцем леет, поможет связать сна в почки. Помогу сна привязать, дай себе поцеловать. Ой, боюсь, мать из кожа, коли девка не откажа. Тады буди мене спати, дай дятину калыхати. Тады буди мене спати, дай дятину калыхати. Сегодня мы спастихаем Купальскую обрадовую спадшину Минской в области. Так, наиперш, завитаем у Пуховицкий район. Там лявезкий блонь на березе невеличкой маляуничкой речки Титовки и долучимся до самобытных талентов тутейшего коллективу Зарачанка. Але пакуль час задзернуть у студию гукозапису, где распочинается таемничий процесс одрожжения народной песни. Гэтым разом дякуючу композитору Сергею Сухамлену и спявачцы, народженной аккуратно Купалле Ирине Дорофеевой. Ира Сержук, витаю вас! Витаю, Оксана, витаю вас, прихильники программы «Наперута минулая». Колебья написала ту песню, яка я буду участвовать сегодня в нашей программе, я бы обысково шукал под ее профессийного выканавца. Кого я знайшел, зараз доведуемся. Традицинно ж не только послухаем, але и убачим «Наперут». Ириша, рад тебя видеть в нашей студии. Привет, Сережа, я тоже. Еще раз тебя с днем рождения. Всего тебе самого здорового, самого чудесного, самого распрекрасного. Спасибо. А сегодня тебе досталась не самая простая песня. Я надеюсь на тебя, на твое профессиональное чутье, и насколько я понимаю, песня тебе приглянулась, да? Но я всегда выбираю только те песни в своем исполнении, которые будут звучать и логично, и придутся мне по сердцу, по душе, по сердцу, по уму. Ирина Дарафеева, заслуженная артистка Республики Беларусь, доцент кафедры мастатства и эстрады Беларуського державного университета культуры и мастатства, лауреат шматляких конкурсов и фестивалев. Ирина Дарафеева, заслуженная артистка Республики Беларусь, доцент кафедры мастатства и эстрады Беларусь. Несчастлива тая матю, тая матю, у которой дачок много, дачок много. А счастлива, а счастлива тая матю, тая матю, у которой дачок много, дачок много. Субтитры создавал DimaTorzok Не спыняем руху на перото минулое. На нашем шляху агрогородок Булонь, что неподалек от Пуховича. Меркуется, что сядибу, где сейчас находится краезнавчий музей, побудовал Антон Асовский в середине 19-го стагодия. За уделу полстанья майомость у Асовского была конфискована, и в 1868 году майонтак по выгодным коште и у расторминовку был пропонован витебскому чиновнику Йосифу Бонча-Смоловскому, представнику роду Ерба-Бонч. После его заучастной смерти сын Анатолия Смоловский будуе тут вятрак в рухмальный завод, починая разводить племенный скот. В 1891 году открывая углоне двухклассную школу, а для селяна уладить вечары и сходы по самоадукации. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За тебя я сам уж не пойду, ой да я туда река люблю. Эх, ой да, ой да, ой да, ой да, да, ой да я туда река люблю. Ой, да ты туда река молодой, ой да проведи меня домой, эх, ой да, ой да, ой да, ой да, ой да, да, ой да, проведи меня домой. Ой, ой да я провел быть обедом, ой да я не знаю, где твой дом. Эх, ой да, ой да, ой да, ой да, да, ой да я не знаю, где твой дом. А мой дом, где яблонька на дворе, ой да, там гуляют до дары. Эх, ой да, ой да, ой да, ой да, ой да, да, ой да там гуляют до дары. Захоткими струменями протекают скрусь пальцы неуловные им гненни. Мы мусим заховать их у вечности, как не остратить соправдных каштолностей. Трапим у Озерцова, Музей народной культуры и побыту, аккурат после того, как завитаем у студию Гукозапису. Там по раннейшему, за сабливым импетом, працуют над новым обличшим давнишняя песня композитор Сергей Сухамлин и спевачка Ирина Дорофеева. Ириша, чудесно, все замечательно. Может быть, ты что-то хочешь свое предложить? Сереж, знаешь, ну мне кажется, просто, если я буду петь несколько куплетов, то будет звучать однообразно достаточно. Может, мы какой-то бридж придумаем, какое-то отклонение небольшое, как ты думаешь? А, хорошо, хорошо, давай тогда возьмем вот посерединке этот текст, «Сырцем ли Василечек»? Ага. Вот, и распоем, и немножко его распоем, хорошо? Поможи связать снопочек. Да, снопочек, да. Давай, давай. Ну, а прежде чем мы это сделаем, Ира, я хочу тебя спросить. У каждого артиста есть любимые площадки. Есть ли у тебя любимые площадки, где тебе комфортно выступать, куда ты едешь с большим удовольствием? Ну, я могу сказать, что я из любой импровизированной площадки могу сделать настоящую большую сцену. Естественно, я люблю сцену Славянского базара, амфитеатр. И я люблю любую сцену в городе просто. Ну, знаете, вот как это было в Мирском замке. Open air, да? Да, open air, да. Обожаю такие сцены. Отлично. А мы продолжаем вдыхать атмосферу, вдыхать воздух в нашу песню. Поехали дальше. Поехали дальше. Поехали дальше. Поехали дальше. Девчатые вяночки. Девчатые вяночки. Девчатые вяночки. На своих вандроках минаем озерцо, что под Минском, на территории у 151 гектар, отшукуваем цикавые факты, связанные с историей заявления тут Белорусского Державного Музея Народной Архитектуры и Побыту. Один из конца на музее под открытым небом в нашей стране. Прикладно, в 60-х годах начали заявляться артыкулы, у которых разглядались проблемы захования помнений народной архитектуры. Старые будинки начали разбураться, возникла погроза страты помнеков драулянного дойлитства. И 9-го снежня 1976 года Центральным Комитетом Компарта и Беларуси была принята постанова об створении Белорусского Державного Музея Народной Архитектуры и Побыту. Музей вырышили створить для места излития речек Птич и Менка на скрыжевании историчных дорог от Балтыйского до Черного Мора. Ненавито тут, на думку особных доследчиков, неколи был старожитный Минск. Музей 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 КОНЕЦ 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 Протягивается наше подорожье, и мы знакомимся с легендарным минулым вёски Шаршуны Минского района. Литерально в двух километрах от её бьют суда дзейные святые крыницы. Про их расповедают довольно распаусюдженные в нашей краине легенды. У давнишние часы на этом месте на узгорку стояла церква. Але люди столько награшили, что раступилась вся земля и поглынула храм. А тут почало бить безлич крыницы. Только буйных шесть и множество маленьких. Усеяны звеняйць пералеваюцца, булькочыць. Тому и место гэтая в народе называюць бразгухай. ПОДПИШИСЬ 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 Ирочка, мы записали с тобой песню. Как ты чувствуешь, получилась песня? Мне кажется, получился настоящий хит. Я уже вижу прям свое купалье вот в следующем году. И вот такие песни будут звучать на дискотеке. Молодежь и взрослое поколение будет под народным песней просто отрываться. Я вот просто уверен, что это шикарный результат. Спасибо тебе большое. Мы ждем тебя на сцене, мы ждем тебя еще раз у нас в программе. Спасибо огромное. С этого момента набыла новое гучание до внешняя народная песня. Да и в уголе, початок прошлого месяца лета мы насытили яскравыми уражениями. Теперь час оценить, ой, стану я ранюсенька в выполнении Ирины Дорофеевой и призначит шарговое споткание. Мы застанемся в Минску, завитаем в столичный палац культуры Минского автозавода на вечерке до ансамбля «Вербеца». И не стамляюся нагадывать, усе эти кауные могут убачить обрады и песни у нескороченном варианте на нашем ютюб-канале вось по гэтым адресе. Завитвите, я вас чекаю. Завитвите, я вас чекаю. Завитвите, я вас чекаю. Завитвите, я вас чекаю. Ой, боюсь я мати скажа, коли делка не откажа. Да, ты будешь менее спати, дай дятину, коли хоти. Ой, встану я ранюсенько, глячу ей дева силенько. Больше он девок не займае, ко мне сватау засылая. Больше он девок не займае, ко мне сватау засылая. Редактор субтитров А.Семкин